Ну что, мои дорогие, топит Тюмень, поэтому нельзя не сказать об этом городе и области. Я подготовил видео, давайте посмотрим. Тюмень, город. 855 618 человек по переписи прошлого года, 2023. Основан, вернее, упоминается впервые в 1406 году. Основан в 1586, в год Голгофы. И по старому стилю это было 28 июля, по-новому, если считать на тот век, 8 августа, тоже в пятницу. То есть в год Голгоф и в день Голгоф и Тюмень основана. Поэтому страдания, решения, трудности, испытания, нападения, пожары, агрессия и тому подобное с разных сторон. Стихия, агрессия внешняя. То есть город надо всегда Тюмень держать под защитой. ПВО, внутренних силовых ведомств и так далее. Жесткий контроль над городом должен быть. Так исторически выпало. Символ города и по году, и по дню – крест распятия. Дальше. Город в статусе с 1782 года при Екатерине II, государине-императрице-вдовствующей, как уездный город. А уже с 1796 года при реформе Павла I, государя-мученька, новые губернии были из уездов сделаны, переведены. И вот Тюмень стала с 1796 года губернским городом. Значит, это тоже мы для себя отметили. Если мы берем дату, да, значит, что интересно, отмечают они дату эту, именно 8 августа. Но по календарю правильному, когда прибавляют 13 дней к 18 веку, надо смотреть 10 августа. Ну, давайте посмотрим 8. Ладно, раз они так решили, как в Томске тоже 7, а не 11. Давайте посмотрим 8 августа, прошлый год. Значит, ну, во-первых, это, слава Богу, не пост. Пост у нас с 14 начинается, Успенский. Значит, выпадает на вторник. То есть 8 августа, если мы берем 23-го года, вторник. Как сегодня? Алый и красный свет. Бог войны и разрушений, конфликтов, завоеваний, достижений и побед. Разрушения. Разрушения в данном случае Тюмень всегда будет под угрозой лесных пожаров, задымлений, техногенных катастроф, диверсии, нападений с воздуха и с земли, диверсионной деятельности. Это касается СВО и того, что они нам готовят украинцы и хохлы, и же с ними союзнички их. Так что ничего хорошего. Значит, до 8 августа этого года город Тюмень, Арис-Марс, война, разрушения, конфликты и так далее. Угрозы. И вот они пошли. А еще в этом году жара будет, пожары кругом. Это еще только вода сходит, лед сходит. Потом будет сухостой, потом будет адская жара в июне, в июле. В августе там вообще пока страшно смотреть. Я вам как-то говорил, что в июле будет 5 вторников. Это будет квинтэссенция, пик аномальных высоких температур и разогрева почвы, суши и так далее. Сюда входит сейсмическая активность, термальная активность, нагрев, воспламенение, пожары и так далее. И все это вкупе с диверсиями и так далее. Так что сейчас Тюмень накроет вода, а потом огонь. Как мне сказали, Курган в прошлом году горел, пожары вокруг были, теперь их вода заливает. В этом году добро пожаловать, к сожалению, к этим испытаниям Тюмени и области. Значит, если берем 8 августа, день Тюмени, это Арис Марс до этого года, до 8 августа 24. Так, потом у нас четверг в этом году, следующая пятница и суббота. 25-26 пятница, суббота, с августа по август. Значит, до августа 27 года Тюмень, за редким исключением в этом году, с августа по август 25 четверг, там еще можно что-то успеть сделать. Если сейчас власть не пошевелится, не организуется, как следует, во-первых, получат по макушке от президента и так далее. Сейчас после инаугурации начнут кадровые перестановки и в правительстве, и на уровне губернаторов, поствыборные истории, результаты, все администрации на слово президенту подаст, покажет. Так что Тюмени, ее власть будут ждать перемены, это как минимум. Если мы берем 10 число, как правильно прибавлять, то в этом году четверг, в следующем, в прошлом году четверг был 10 августа, подготовиться не успели, выводы не успели сделать, а в этом году суббота, субботный год. То есть, как ни крути негативный прогноз, вот такое сочетание бурное событий, то есть не поспевает народ, власть за переменами, за вот этими атаками агрессивными, которые существуют. Так что, все не слава Богу. Особенно, вот главное пережить период сейчас, вот, что накроет, разрушит вода, а еще будет жара летом. И вот самый критический момент с 10 августа 24 по 10 августа 25. Вот здесь полоса больших убытков. Субботний цикл не соберем 10 августа. Вот такая история. Тоже хорошего мало. Так что, теменцы, держитесь. Теперь по поводу области. Давайте посмотрим. Тоже история такая. Итак, в области проживает вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецкими округами 3 851 234 человека. Все равно они не дотягивают ни до Ростовской области, ни до Ставрополя, ни до Краснодара. Не дотягивают. Ладно. Я не про города говорю, про области. Ростовскую, Ставропольскую, Краснодарскую. Так, без этих автономных округов Тюменской области всего 1 608 500 человек. На такой огромной территории проживает меньше народу, значит, чем хотелось бы, конечно, даже 2 миллионов нет. То есть, за полтора Тюмень вышло, но до двух не доберется еще очень много десятилетий. Десятилетий. Пять городов всего. Всего пять городов. В Туле 3, в Тульской 30, здесь 5. Значит, и в Тульской меньше проживает, чем в Тюминской. Представьте себе. В Тульской 1 481 000, а в Тюминской 1 608. Вот так. То есть, у нас расспросы колоссальные по численности. Пять городов. Значит, образовано в понедельник 4 августа, 14 августа 1944 года. Томская 13, Тюменская 14 августа. Опа! Успенский пост. 14 августа начинается. Каждый год. Четко фиксированная дата. Не как Петра и Павла или Великий, а четко. С 14 по 28, по 27. Все четко. Значит, Тюменская область образована большевиками. В понедельник это плохо. Ничего хорошего. В понедельник день луны небесной иерархии. Вода, 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 вода. Вода, снег, вода и проблемы. Когда ее много, когда ее мало, все равно проблема. И река. Водная поверхность. Загрязнение, выход из берегов. Обледенение, потом вскрытие этих рек. И пошло-поехало. Угрозы всегда. Тюменская область. В дате все зафиксировано. Успенский пост. Лишение, скорби, испытания, касаемые всех, кто там живет. То есть аскеза, воздержание, страсти, грехи, испытания разного рода. Ну, пост есть пост. Все. Нападают бесы. Они этот пост ненавидят из-за того, что он в честь Богородицы, Царицы Нашей Небесной, очереждет в память о ее тяжелой жизни. Непочетной, нерадостной, тяжелой. Это надо помнить. Там все тяжелое было. От зачатия Сына Божия Святым Духом и до последнего дня, до самих похорон, до покребения. Почитайте. Так что что-то создаете в Успенский пост детей, города, области и так далее. Все. Готовьтесь к испытаниям, трудностям и так далее. Там человеку-то не сладко и проблем масса из-за детей и родственников, и мужей второй половины и так далее и тому подобное. Риски всевозможные. Нападение врага постоянно. Надо молиться. А тут целая область. Вот большевики, так сказать, подмахнули. Томской повезло 13 августа, воскресенье, а Тюменской нет. Тот же год Ариса Марса Высокосный, 44-й. Жуткий такой год тоже был, кровавый, столько жертв было. И вот, пожалуйста, результат. И вот давайте смотреть. Понедельник выпало в прошлом году, 14 августа. Начало Успенского поста на понедельник пришлось в прошлом году. Вот вам луна, вода, снег, лед, подтопление, затопление и все остальное. А в этом году среда. Это переделка всего, всех инфраструктурных объектов Тюменской области. Огромные расходы, огромные убытки, огромные потери. Из-за воды и потом пожары будут. До пожаров тоже все дойдет в итоге. То есть убыточный год до 14 августа. Потом среда, переделка всего, перестроение всего, мостов, плотин и так далее. Сейчас все будут смотреть. У нас, как всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, все вот так. Ну, собственно говоря, вся история, что хотел, рассказал. В Тюменской области Тюмени держаться, молиться. Сейчас вода, потом огонь. И потом все получат свое по заслугам и власть, и люди, кто беспечно жил. Кто не верил, не молился, не освещал жилища, не перебирался, хотя знаки, символы были, предупреждения. Потому что Бог такое посылает не просто так, а всегда заранее предупреждение бывает. Но мы же не слышим, мы же не видим. Слышать, видеть не хотим, потому и страдаем. Комментируйте, ставьте лайки, распространяйте это видео. В Тюмени что-то давно меня не навещало, были клиенты, пропали надолго. Давайте восстанавливайтесь. Жду на приеме, жду донаты. Спасибо заранее. Куда отправлять все подверстанно? На сегодня все, 4 видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok